Работает информационная служба канала RTVI в студии Сергея Кения. Здравствуйте! Итак, сейчас в мире. Кто сбил малазийский Боинг летом прошлого года в небе над Донбассом? Сегодня однозначного ответа на этот вопрос получено не было. Хотя пытались и в России, и в Нидерландах. В Москве доклад подготовили представители «Алмаз-Антей». Это концерн, который производит зенитно-ракетные комплексы «Бук». Сегодня гендиректор корпорации однозначно заявил, что ракета, сбившая самолет, была выпущена с подконтрольной украинским военным территорией. Представители же спецкомиссии Совета безопасности Нидерландов, подготовившие свой доклад, не так категоричны, как российские эксперты. Кем была запущена ракета, ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Как подчеркнули голландские специалисты, для установления точного места запуска необходимо дальнейшее расследование. Отдельным спорным вопросом было место расположения зенитной установки. Расчеты показывают, что запуск ракеты был произведен с площади примерно 320 квадратных километров на востоке Украины. Мы предоставили наши данные международной комиссии, занимающейся расследованием авиакатастрофы. Дополнительные следственные действия, возможно, установят более точное место запуска. Но это не входит в полномочия нашей комиссии. Напомню, «Боинг-777» малазийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев и Запад вину за трагедию возлагают на пророссийских ополченцев и Москву. Россия и сепаратисты настаивают на вине украинских военных. Сирийская армия продолжает наступление. Поддерживаемость с воздуха российской авиации солдаты Башара Асада теснят исламистов. Но успешный марш-бросок Дамаска может сойти на нет. Военные самолеты США доставили оружие для сирийской оппозиции. Как геополитические разногласия стран, вовлеченных в кризис в Арабской республике, могут помешать урегулированию конфликта – в материале моей коллеги Нины Шамуге. Как манна небесная, США сбросили на парашютах сирийским борцам с исламским государством и по совместительству с Асадом палеты с гранатами и пистолетами. Всего около 50 тонн боеприпасов. Проведение операции подтвердили в Пентагоне. Такой способ был выбран после того, как США отказались от плана по подготовке кадров для борьбы с ИГИЛ. В России выразили озабоченность. Не попадет ли это все опять так, как было в ходе подготовки личного состава для свободной сирийской армии и ее вооружения? Не попадет ли это опять в руки ИГИЛ? Где гарантии? Ведь только что это было сделано. Только что это произошло. И только что в самих Соединенных Штатах признали, что акция провалилась. У Запада, в свою очередь, нет гарантии того, что Москва в Арабской Республике борется исключительно с террористами. Вот США и снабжают сирийскую оппозицию оружием, считая, что Россия выступает в роли геополитического нападающего. При этом Владимир Пудин продолжает повторять тезис о миролюбивой внешней политике России. Дайте нам те цели, которые вы считаете стопроцентно террористическими. Нет, мы к этому не готовы, был ответ. Но тогда мы подумали и задали ещё один вопрос. Тогда скажите нам, куда не надо бить? Тоже никакого ответа? А что делать-то? Мы не стремимся к какому-то лидерству в Сирии. В Сирии может быть только один лидер – сирийский народ. Мы стремимся к тому, чтобы внести свой вклад в борьбу с терроризмом, который опасен и для Соединённых Штатов, и для России, и для европейских стран, и для всего мира без всякого преувеличения. С трибуны инвестиционного форума «Россия зовёт» президент обращается к американским коллегам. Сотрудничества только по военной линии для борьбы с терроризмом недостаточно. Но в Вашингтоне, очевидно, пока не готовы к политическому партнёрству с Москвой. К такому выводу пришёл Путин, рассказавши, Россия предлагала США встречу на высоком уровне по Сирии. Ответа пока нет. В Москве разочарованы. Нужно координировать наши шаги. Мы удовлетворены тем, что по линии военных ведомств России и США удалось выработать такой механизм, позволяющий избегать непреднамеренных инцидентов. Но мы разочарованы тем, что американские коллеги пока, по крайней мере, не могут сделать следующий шаг, а начать реально координировать усилия всех тех, кто вовлечён в борьбу с терроризмом на сирийской территории. Между тем, коалиция борцов с исламскими джихадистами разрастается. По данным информцентра в Багдаде, созданного совместно с Ираном, Сирией и Россией, Ирак начал бомбардировку позиций боевиков ИГИЛ. Против экстремистов выступят и сирийские курды. Правда, они будут действовать под руководством США. Именно отрядом народной самообороны в начале этого года удалось освободить от радикалов город Кабани. Теперь курды обещают начать наступление на Раку, неофициальную столицу исламского квази-государства. Наблюдатели отмечают, военный конфликт в Сирии перерастает в политическую конкуренцию с оружием в руках. Нина Шамуге, РТВАЙ Участие России в сирийском конфликте могло обернуться терактами. Как утверждают ФСБ, в Москве готовился взрыв, целью которого была, цитирую, дестабилизация власти и прекращение использования армии в Сирии против ИГИЛ. Конец цитаты. Заявление прозвучало в Лефортовском суде, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, подозреваемым в организации теракта. Выходцы из Северного Кавказа, как утверждается, были задержаны 11 октября в ходе спецоперации в центре Москвы. В их съемной квартире силовики нашли взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. С угрозами в адрес России тем временем выступила исламистская группировка фронта НУСР, считающаяся сирийской ячейкой аль-Каиды. Ее главарь Мухаммад Аль-Джалани призвал кавказских джихадистов развязать в России кампанию террора, направленную как против военнослужащих, так и против мирных жителей. Око за око мы заставим русских забыть об ужасах афганской войны, заявил лидер фронта Анну СРАМ. Стоит отметить, что сегодня минометному обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске. Никто не пострадал. Ну что ж, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok